Большую часть Священного Писания занимают рассказы о жизнях людей. И, конечно же, это не случайно. Потому что, если бы, например, в Ветхом Завете были бы только одни заповеди. Не воруй, не прелюбодействуй, не убивай, не вожжелай там ничего, что у ближнего твоего. Вроде бы, по идее, это было бы достаточно. Но мы несовершенны. Кто-то воровал, кто-то прелюбодействовал, кто-то лгал. И как нам теперь со всем этим жить? Поэтому, помимо заповедей, мы видим рассказы о людях. Кто-то из них воровал, кто-то прелюбодействовал, кто-то врал все время. И, тем не менее, Бог вел этих людей, менял этих людей и работал в их жизнях. Некоторое время назад я почувствовал побуждение сделать цикл проповедей об одном из таких героев, в жизни которого действовал Господь, но он был далеко не совершенным человеком. И несколько воскресных собраний я хочу, чтобы мы посвятили жизнь этого человека. Мы будем говорить с вами о жизни Иакова. И сегодня у нас будет первая проповедь о нем, которую я назвал так. Жизнь Иакова не такой, как хотелось бы. И давайте откроем вместе с вами книгу «Бытие», 25 глава. И вот здесь, смотрите, говорится в 25 главе, что Исааку было 40 лет, когда он женился. Женился на Ревеке. Он ее любил, но у них была проблема, Ревека была бесплодной. И смотрите, 21 стих. «И молился Исаак Господу о жене своей, потому что она была неплодна, и Господь услышал ее, и зачала Ревека, жена его». Они молились. Сегодня мы слышали разные свидетельства о том, как Господь отвечает. И иногда кажется, если Господь отвечает, то все становится ясным и понятным. Но иногда, когда Господь отвечает, все равно много неясных и непонятных вещей. И вот тут было так, смотрите, они молились, Господь ответил, но, смотрите, 22 стих. «Сыновья в утробе ее стали биться, и она сказала, если так будет, то для чего мне это?» И пошла вопросить Господа. Вроде бы, знаете, все хорошо, Бог ответил, Ревека забеременела, но у нее там сыновья, два близнеца были в утробе, они так себя активно там вели, что Ревека изумилась. Вот Бог ответил, но у меня столько проблем после этого ответа. Для чего мне такие ответы? У вас бывали такие переживания, да? Вроде бы, Бог действует, но легче не становится. Просто одна проблема заменяется другой проблемой. Думаешь, как же так, как же так? И вы знаете, в этом проверяется часто наше доверие Богу. Потому что важно полагаться на Него даже тогда, когда, возможно, ты не все понимаешь, не все тебе ясно, но ты, тем не менее, все равно доверяешься, потому что, если тебе все ясно, доверию нет места. Доверие как раз необходимо, когда что-то для тебя остается во мраке, что-то неясно, что-то идет не так. Даже когда Бог отвечает, бывает, что-то идет не так. И возникает внутри вопрос, зачем мне это? Я не об этом молился. И вот смотрите дальше. «Господь сказал ей, большую часть благословения родителей, он был большим. И тут неожиданно Бог говорит, что больший будет в услужении, у меньшего. И настало время родить ей. И вот близнецы в утробе ее. Первый вышел красный весь, как кожа косматый, и нарекли ему имя Исав. Ну, имя Исав означает, что волосатый. «Потом вышел брат его, держась рукой своей запятую Исава, и нарекли ему имя Яков». В самом слове «Яков» есть как бы в корне этого слова «пита», то есть тот, кто держится запятую. Или еще бывает тоже связанное с питой, выпинывает что ли, побеждает. В переносном значении это часто использовалось как обманывает, поэтому Якова называли как обманщик. И нарекли ему имя Яков. Исак же был 60 лет, когда они родились. Кажется, так необычно, как это у родителей рождаются такие, даже внешне разные дети. И не просто там разные дети, а близнецы, которые разные. Но это редко, но случается. Я как-то раз наткнулся на такие новости, что в Великобритании в одной семье родились две девочки-близняшки. Я даже вот вам фотографию хочу показать, специально взял из этой новости фотографии. Две близняшки Мария и Люси. Вот посмотрите. И что интересно, одна девочка была белая, а другая была темненькая. И они вообще, близняшки, принадлежали к разным расам. У них был отец белый, а мать наполовину была ямайка. И когда, я читал вот эту новость, когда акушерка принесла маме, которая только что родила детей, она их увидела и впала в ступор, потому что темненький младенец и беленький младенец. И из-за того, что у них разные цветы кожи, то их даже воспринимали не за сестер, тем более не за близняшек, а за подруг. Там уже есть фотографии, они родились в 97 году, когда они уже более такие взрослые. И вообще кажутся такие, ну, мало похожи. Но тем не менее, это настоящие близнецы. И так вот, они не только отличаются внешне друг от друга, они даже отличались внутренне, внутренне характерами, склонностями, то есть даже внутренне были не похожи. Вот такие вещи случаются. И вот что-то подобное, только не с девочками, а с мальчиками, произошло в семье у Исаака и Ревеки. Родились два сына, которые вообще отличались внешне. Один был такой рыжий, мохнатый, другой наоборот, такой гладенький, чистенький. Но они, опять-таки, они отличались не только внешне, они внутренне отличались. Смотрите, 27 стих. «Дети выросли и стал Исаф человеком искусным в звероловстве, человеком полей, а Яков человеком кротким, живущим в шатрах». Я вам прочитаю вот этот стих в современном переводе. Так очень как-то ярко сказано в современном переводе. «Исаак стал ловким охотником, человеком полей, а Яков — тихим домоседом». То есть они вообще не походили. Один такой был охотник, ему там ружье, и в поля, и он там ходил, охотился, а такой был бродяга, что ли. Яков же, наоборот, был такой тихий домосед. И, естественно, да, смотрите, 28 стих, да, «Исаак любил Исава». Ну, конечно же, папе нравился такой сын непоседа, который охотится, который с ружьем по полям ходит. Хотя тогда, наверное, не было ружья, да? С чем он там? Ну, с палкой, с луком, не знаю, с чем ходил, с копьем, с ножиком. А Ревека, конечно же, любила кого? Тихого домоседа, правильно же? То есть, смотрите, Яков был тем, кого мы называем «маменькин сынок», да? Мамочка, и он тоже тут, да? И сам же был наоборот. И вы знаете, вот, конечно же, Бог дает детей, и дети бывают разные. И так важно, чтобы родители были мудры и правильно воспитывали совершенно разных детей, не предпочитая ни одного из них, а любя их. Иначе, если кто-то из детей чувствует ущербность, эта проблема будет в нем развиваться с самого-самого-самого детства. Я всегда своим дочкам, у меня три дочки, я им говорил, вы все разные, и я люблю вас всех по-разному, но всех очень сильно. И нужно было каждой какой-то придумать, за что я ее люблю, вот по-особенному. И нужно было каждой придумать такие особенности. Почему? Дети очень ревностно относятся к вниманию, к любви родителей. Я помню, когда у нас только родилась Кристина, старшей нашей, Иришей, ей было два годика. Два годика. Вот. И она, мы говорили, у тебя будет сестричка, она так ждала, ждала сестричку, она думала, что родится такая маленькая куколка, чтобы она ей играла. А родилась не маленькая куколка, а маленькая девочка. И как ко всяким младенцам сразу же к ней было привлечено главное внимание. Ну, чем меньше, тем больше с детишками возятся. И когда уже приходили родственники, то они, конечно, прежде всего спрашивали, ну, там где у нас Кристинка, а старших два года, и она смотрит, раньше все, внимание было только ей, а теперь тут появился еще конкурент, который хоть младше, но уже ее обходит. Я помню, когда я стоял у кроватки, и ко мне двухлетняя Ириша подошла, и она так смотрела на маленькую лялю, и потом на меня, и сказала мне, папа, показал на себя пальчиком, вот эта ляля, хорошая ляля, умная ляля, очень папа красивая ляля, а это, она показала на Кристинку, новорожденную, фу, какая ляля. И вот в этом фу, она выразила вот все свое отношение к несправедливости, когда кому-то больше внимания, чем ей. И, вы знаете, для меня это было тогда таким большим уроком, я понял, как важно, чтобы каждый ребенок чувствовал, что ты ее любишь. Каждая дочка чувствовала, что она важная, и она особенная, она особенная, И, что говорить, когда у нас, помню, родился уже сын, четвертый, Женя, и я помню, мы были тогда с Алисой, вот, и к нам кто-то подошли в церковь, нас тогда много поздравляли, кто-то подошел и говорит, ну, наконец-то, пастор, вы дождались, что ждали, наверное, всю жизнь. И я краем глаза посмотрел на Алису, и она так смотрит на меня, потому что, как бы получается, что вот, вот его ждали, а их как-то вот, как бы, ну, ну, ждали, но не так, что ли, ждали, как его ждали. И я сказал, говорю, знаете, конечно, мы его ждали, но мы ждали всех наших детей, всех детей. Потому что, когда вы начинаете кого-то выделять, кем-то пренебрегать, то сразу же у них в их сердечке, в их душе сеется вот эта семена боли, проблем, отверженности. Я порой общаюсь со взрослыми людьми, которые уже 30-40 лет не могут разобраться вот с той болью, которую получили, будучи детьми. И вот посмотрите, вот если мы смотрим 29-й стих, да, Яков же видел, что отец предпочитает брата. А ведь вот для мальчиков это так важно. Да, конечно, у мамы он был любимчиком, но так важно мнение отца. У нас, конечно, в семье, как, ну, в принципе, во всех семьях, я на работе и дома, с сыном занимается жена, но когда я прихожу, как он несется ко мне, и каждое утро он бежит и говорит, папа, папа, так важно внимание отца. И как быть, если отец больше предпочитает другого, старшего? Возникает чувство, как будто то, что есть у меня, оно не совсем хорошее, что ли. и мне нужно стать кем-то другим, вот как тот, как этот, как брат, как, может быть, вот тот, какой-то персонаж из книги. И людям кажется, что Бог их чем-то обделил, и то, что есть у них, намного хуже, чем то, что есть у других. И исходя из этого, мы видим, смотрите, «И сварил Яков кушанье, а Исаф пришел с поля усталый и сказал Исаф Якову, дай мне поесть красного, красного этого, ибо я устал». Очень, знаете, интересно, вот характер Якова здесь так раскрывается, потому что в оригинале здесь сказано не дай мне поесть, а вот буквально, вот фараза звучит так, «Залей мне это в горло». Ну, охотник, что ему, пришел с охоты, залей ему в горло этого красного. От всего дано ему прозвище «едом». Ел только все время все. Но Яков сказал, «Продай мне теперь же свое первородство». Исаф сказал, «Вот я умираю, что мне в этом первородстве?» Иаков сказал, «Поклянись мне теперь же». Он поклялся ему и продал первородство свое Иакову и дал Яков Исааву хлеба и кушанье из чечевицы. И он ел, и пил, и встал, и пошел, и пренебрег Исаф первородством». И вы знаете, когда Бог что-то говорит, когда Бог что-то обещает, порой мы наблюдаем, что в нашей жизни все происходит не так, как Бог обещал нам, не так, как Бог сказал. Даже наоборот, чем дальше, тем меньше шансов, что Божье Слово исполнится. И тут опять-таки нужна вера. Но когда есть недостаток веры, мы пытаемся помочь Богу, помочь своими силами, вот чтобы Божье благословение пришло нашим путем. Но Библия говорит, что как небо выше земли, так Божьи пути выше наших путей. И важно доверять Господу и полагаться на Его пути. Но наша плоть нервничает часто. Как так? Нужно что-то делать, нужно что-то срочно предпринимать. И мы придумываем, как Божье благословение должно прийти в нашу жизнь. Мы строим свои пути, мы строим свои планы. Да, они может быть ну как бы не совсем честные, связанные с обманом. Мы может быть порой манипулируем. Да, мы играем вот там на голоде близкого для нас человека, но ведь Бог же нам обещал. И вы знаете, мы порой оправдываем это тем, что это все мы для славы Божьей, чтобы Бог исполнил свое слово. и к сожалению сегодня в христианском мире тоже немало различных подтасовок, когда есть подтасованные какие-то исцеления, свидетельства. Вот почему когда мы, некоторые говорят, Виктор, надо почаще, почаще, я хочу почаще, но мы проверяем каждое свидетельство, чтобы не просто какие-то интересные истории рассказывать, далекие от реальности, а я немало слышал свидетельств. И мы думаем, что мы этим помогаем Богу, а на самом деле мы позорим Его имя. И есть большая проблема, чтобы сегодня у нас в стране не получилось то же, что вот в Америке, где большинство служителей, которые занимаются исцелениями, там исследовали эти чудеса, и оказалось, что там подтасовки. Я так не хочу, чтобы подобный позор пришел к верующим в нашей стране. Мы призваны молиться, мы призваны возлагать руки, но мы должны верить Богу, что Он будет действовать. Нам не нужно придумывать исцеление, нам не нужно придумывать чудеса, нам не нужно преувеличивать какие-то размеры Божьей работы, якобы, чтобы прославить Господа, потому что Бог ложью не прославляется. Библия говорит, что дьявол Отец всякой лжи, и мы можем Его славить только честностью, только правдой. Поэтому никогда, когда сегодня какие-то вещи вскрываются, да, ложь вскрывается, все тайное становится явным, и это еще нас больше убеждает, что мы должны стоять в правде и стоять в истине. если Бог сказал, доверяй Ему, если Он обещал, Он найдет путь, как тебя благословить, нам не нужно своими путями, своими средствами помогать Ему, понимаете? А Яков решил помочь. Наверняка же мама, о которой он был любимчиком, рассказывала ему, что больше будет у тебя в услужении, сынок. Ну и он решил помочь. И вот таким образом взял первородство. И вот посмотрите, в послании к римлянам в 9 главе апостол Павел вспоминает эту историю и в 10 стихе говорит, так было и с Ревеккой, когда она зачала в одно время двух сыновей от Исаака, отца. Ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изволение Божье в избрании происходило, не от дел, но от призывающего, сказано было ей, больше будет в порабощении уменьшего. Так и написано, Якова я возлюбил, а Исаава возненавидел. Что же скажем, неужели неправда у Бога? Никак. Знаете, вот это местописание, оно интересно раскрывает нам эту историю. Не всегда предпочтение людей совпадает с предпочтениями Бога. Отец Исаак предпочел старшего сына, но Бог избрал младшего. Почему? Апостол Павел говорит, за какие не заслуги, просто Богу так угодно. Нам иногда непонятно, и нам даже кажется, что Бог несправедлив. когда Господин дает одному пять талантов, другому два таланта, третьему один талант, у нас возникает непонимание, Господи, почему, почему кому-то дается легко то, что я могу получить только благодаря большим усилиям. У вас бывали такие вопросы? Вот, например, я, чтобы мне нормальный был вес, должен постоянно за собой следить, а моя жена может есть все, что угодно и не полнеет вообще. То, что она имеет без всяких усилий, я должен для этого же самого работать. И иногда кажется, ну вот, кому-то повезло, а мне не повезло. Но, поймите, смотря как на это посмотреть, ведь чтобы многим из нас иметь нормальный вес, мы должны следить за питанием, а эти худощавые могут лопать все, что угодно и быть худыми. Из-за того, что они лопают все, что угодно и остаются худыми, это же не значит, что они едят правильно. Просто им хуже, они могут есть всякую гадость и не париться. А у таких, как я, такое не проходит. Видите, как Бог нас благословил? Когда неправильное сразу же имеет результат, это благословение. А когда неправильное не так заметно, им же сложнее, так что пожалей всех худых и посмотри на соседа, если он худой, скажи, Бог да благословит тебя. Вы понимаете, мы сравниваем свой талант с тем, у кого есть пять талантов и думаем, вот кому-то повезло, у него пять талантов, а мне не повезло, у меня один талант. и вместо того, чтобы использовать то, что Бог дал тебе, ты занимаешься только сравнением. И когда ты занимаешься сравнением, тебе всегда кажется, что тебя обделили. Это происходит и в семьях, это происходит в школе, постоянное самоунижение. Вообще детский коллектив довольно жестокий коллектив, правда же? И когда бывает про тебя говорят, 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 там что-то такое, ты думаешь, ну, вот такой я. Но послушайте, то, что считают люди и то, что считает Господь, далеко не то же самое. И Яков был огорчен, что он не такой, как брат, не понимая, что Бог ты избрал именно его. И вот посмотрите, 27 глава, 26 главу мы пропускаем, там о Исааке и, извините, о Якове и Исааве написано только то, что Исаав там в последних стихах женился, когда ему было 40 лет. Он во всем отцу подражал. Исаак женился в 40 лет, Исаав тоже решил жениться в 40 лет, но жен таких странных себе нашел, сразу двух. И там проблемы были. Проблемы в семье были, но я не буду про Исаава говорить, это может быть отдельная тема, вся эта история с точки зрения Исаава. Мы смотрим на эту историю только с точки зрения Якова. И вот посмотрите, 27 глава, пожилой Исаак зовет своего любимца, старшего сына Исаава, чтобы его благословить. И вот он третий стих говорит ему возьми теперь орудия твои, колчан твой, а вот колчан и лук, вот как он находился, пойди в поле и налови мне дичи и приготовь мне кушанья, какое я люблю, принес, то есть наверное Исаав весь тоже в отца был, и поесть они любили оба, и принеси мне есть, чтобы благословила тебя душа моя прежде нежели я умру. Ревекка слышала, когда Исаак говорил сыну своему Исааву и пошел Исаав в поле достать и принести дичи. Вот смотрите, Ревекка все узнала, пришла к Иакову, к младшему сыну, все ему рассказывает и вот 15 стих и взяла Ревекка богатую одежду старшего сына своего Исаава, бывшую у нее в доме и одела в нее младшего сына своего Иакова, а руки его и гладкую шею его обложила кожей козлят. То есть Исаав был очень, очень волосатым человеком и дала кушанье и хлеб, который она приготовила в руки Иакову сыну своему. Он вошел к отцу своему и сказал Отец мой. Тот сказал Вот я, кто ты, сын мой? Иаков сказал отцу своему Я Исаав первенец твой я сделал как ты сказал мне встань сядь поешь дичи моей чтобы благословила меня душа твоя. И сказал Исаак сыну своему что так скоро нашел что так скоро нашел ты сын мой? Он сказал потому что Господь Бог твой послал мне навстречу и сказал Исаак Якову подойди я ощупаю тебя сын мой ты или сын мой Исаав или нет Яков подошел к Исааку отцу своему и он ощупал его и сказал голос голос Якова а руки руки Исаав и не узнал его потому что руки его были как руки Исаав брата его косматые и благословил его и вы знаете тут уже дошло до того что он просто стал притворяться своим старшим братом так и нам порой кажется чтобы в нашей жизни исполнилось Божье призвание чтобы Божье благословение пришло на нашу судьбу нам нужно стать кем-то другим и в этом мире очень много разных идолов на которых нас призывают равняться понимаете есть вещи которые конечно же должны мы менять в нашей плоти раздражительность у кого-то лень у кого-то зависть у кого-то еще какие-то негативные вещи ссоры и это надо менять и мы это должны с вами менять но есть вещи наши особенности которые Господь дал нам наш темперамент наша внешность наша именно какие-то особенности в характере таланты наши склонности и поймите это не надо менять будь тем кем Бог тебя создал не не пытайся стать кем-то другим чтобы Бог благословил тебя потому что ты не получишь ничего настоящего только искусственное у нас есть разные модели мы думаем что мы должны стать такими людьми как будто когда Бог создал нас такими какими мы есть он ошибся и мы пытаемся из себя часто кого-то изображать особенно если мы видим что наши родители или отец которого ты так уважаешь он предпочитает другого брата и ты пытаешься быть как другой брат ты не можешь быть и как он но ты пытаешься и в итоге все получается еще хуже чем было в первом послании к Тимофею в 4 главе 12 стих апостол Павел обращается к молодому служителю и говорит смотрите никто да не пренебрегает юностью твоею но будь образцом для верных в слове в житии в любви в духе в вере в чистоте здесь есть люди которые юные а поднимите руки а есть люди которые же в возрасте а вы когда нибудь переживали что вашим возрастом пренебрегают а я помню когда мы только начали церковь мне было еще 19 лет и у нас чуть ли не большая часть прихожан были старше меня когда мы стали собираться и как я хотел быть всегда старше потому что мне 19 20 лет как я могу быть пастором может быть поэтому часто очень молодые сейчас любят бороды носить да а уже после 40 у тебя и не надо борода ты и так все видят что ты уже тебе за 40 в послании к Титу смотрите во второй главе Павел опять пишет молодому служителю подобную вещь 2 глава 15 стих сие говори увещевай и обличай со всякой властью чтобы никто не пренебрегал тебя и Тит и Тимофей это были духовные дети Павла и он пишет им важнейшие вещи которые необходимы чтобы Твое служение было благословенно и одна из главных опасностей как дьявол разрушает и служение человека и жизнь человека и судьбу человека это пренебрежение когда пренебрегают твоим возрастом твоим образованием твоей внешностью есть модные профессии есть модный тип внешности причем со временем это меняется если мы посмотрим на красавец древней Греции как они были сделаны в скульптурах мы видим что стандарты женской красоты отличаются в древней Греции от того что принято сегодня правда же есть модные профессии и люди часто пытаются делать не то к чему они призваны а то что модно да это не твое но если я буду иметь вот такую модную профессию там или стиль одежды есть такой современный стиль одежды он вообще мало кому идет но все равно люди одевают чтобы быть такими модными то все ходят в бордовых штанах то еще в чем-то ну так модно думаешь да тебе это не идет совсем ну зато так модно почему боимся пренебрежения чтобы никто нас не пренебрегал потому что пренебрежение это как проклятие как такой штамп порой с самого детства в семьях люди отравлены этим пренебрежением я иногда когда общаюсь с верующими и они рассказывают о своих проблемах я спрашиваю о их детстве потому что очень многие проблемы они именно с детства идут и когда начинают рассказывать как в детстве родители говорили мне один человек рассказывал что твое появление было ошибкой и вот когда маленький человек слышит постоянно что его появление было ошибкой то есть его никто не ждал его никто не хотел он появился по ошибке я помню как один пожилой человек мне сидел мы сидели в офисе он мне рассказывал о своем детстве он был уже пожилым он сидел и плакал и говорил как в детстве ему родители сказали что вообще они его родили только для увеличения жилплощади чтобы подать документы на большую квартиру и вот как жить когда тебя родили ради увеличения жилплощади или когда твое появление было ошибкой когда не знали а потом хотели сделать аборт а было уже поздно и пришлось тебя рожать если даже в семье все нормально то потом люди идут в садик и в школу и там тоже полным-полно пренебрежения я иногда когда вспоминаю свои школьные годы меня спрашивают пастор неужели у вас в школе было так трудно а нет у нас казалось бы в школе все хорошо внешне но я постоянно сталкивался с этим пренебрежением постоянно когда со стороны взрослых преподавателей было пренебрежение я раньше не понимал думаю откуда откуда у учителей столько много злости а потом когда я поступил на инъяз а у нас в 80-е годы инъяз был только сейчас много инъязов в то время был инъяз только в пединституте тогда мне пришлось ради инъязов поступать в пединститут и я увидел будущих педагогов точнее девушек которые будущие педагоги и я тогда понял откуда так много пренебрежения нужно поучиться в пединституте чтобы это понять и вот учителя программы которые которые в них вкладывают через пренебрежение поэтому опять-таки мы как родители должны помогать нашим детям когда они сталкиваются с пренебрежением и с давлением в классах в школе учиться не принимать это сколько у нас может быть пренебрежения в сфере обслуживания в некоторые же магазины даже войти страшно и люди вырастают с комплексами по поводу своей внешности по поводу своего ума сколько людей которых бог дивно создал убеждены что они уродливые сколько я общался с христианами молодые красивые которые убеждены что они какие-то не такие потому что в детстве им говорили вот ты не такой ты не такой у тебя не такой нос у тебя не такие уши смотришь нормальные уши но он был убежден что он как чебурашка меня звали в школе чебурашка и дядя мне рассказывал я говорю понимаешь чебурашек не существует и люди комплексуют но библия говорит что бог дивно нас сотворил скажешь ну я же не так вот как как вот ну как какой-нибудь великий артист как том круст там или как какие там еще есть артисты аленделон не такой да ты не такой слава богу ты не аленделон аленделон сейчас пожилой уже живет во франции у него никого дома нет кроме собак никого увидеть не хочет я бы не хотел закончить так свою жизнь как аленделон в окружении только собак потому что в людях он разочаровался мы часто даже не знаем о чем мы мечтаем чего мы хотим всегда будь благодарен тем что бог тебе дал я помню когда мы с Дианой учились в Швеции там был один молодежный пастор который рассказывал о своей женибе такую историю а он такой человек был ну немножко непропорциональный у него длина ног ну не как бы ну то что мы говорим короткие ноги и он рассказывал что его все детство сверстники обзывали пеньком он говорит о пенек пенек ноги маленькие ноги короткие вот и он и вот он вырос а этот комплекс в нем сидел и вот он уже был верующим и в церкви ему очень понравилась одна девушка а у этой девушки как говорят знаете ноги от ушей растут очень длинные ноги были вот и он так переживал он хотел ей так понравиться он думает ну как у девушки с такими ногами как она может полюбить такого как у меня с такими ногами как у меня вот и он как-то набрался смелости назначил ей свидание но чтобы она не обратила внимания на его ноги это было в таком месте в кафе где они должны были все время сидеть только для того чтобы она не смотрела на его ноги а смотрела на его лоб интеллектуальный на его глаза проникновенные и все прочее вот ну потом через некоторое время они уже поженились и его жена сказала ему а ты знаешь за что я тебя полюбила а он говорит нет за твои ноги он говорит ты что смеешься что ли он говорит да нет я серьезно говорил потому что я думала если у меня ноги слишком длинные а у мужа короткие то у детей нормальные будут понимаешь есть моменты когда ты думаешь что это твой минус а это оказывается твой плюс женщины такие никогда не знают за что они тебя полюбят поэтому никогда не стыдись быть самим собой я помню один проповедник рассказывал мне как его дальняя родственница она была верующей христианкой она постоянно ныла говорит вот я вот такая я некрасивая я вот такая вот бог мне такой создал а почему бог вот тех вот так вот сделал а меня вот так вот сделал как-то раз это проповедник они сидели и он говорит послушай почему ты постоянно унижаешь бога он говорит нет почему я никогда бога не унижаю послушай ты божье творение бог создал тебя когда ты унижаешь творение ты унижаешь того кто его создал и библия говорит что ты дивно создана начни бога благодарить и там была целая такая ну довольно долгая история но в конце концов он ее убедил и она каждое утро он ей показал места в библии она вставала перед зеркалом и говорила слово божье я дивно создана дивно бог меня создал еще в очреве матери моей он оправдал меня и спас и прочее и этот мне пастор рассказал говорит ты знаешь когда у нее изменилось отношение к себе самой то и у окружающих стало меняться отношение и она через несколько месяцев вышла замуж мы думаем вот послушайте это очень важно мы думаем что мы относимся к себе так как к нам относятся окружающие а очень часто наоборот своим отношением к себе мы формируем отношение к нам окружающих людей когда ты ценишь то что бог дал тебе твое отношение к самому себе оно ведь формирует и мнение других о тебе не стремись именно быть вот я хочу быть как тот или как этот как будто если ты таким не станешь бог не сможет тебя благословить у нас даже о пасторах есть такие какие-то стереотипы я помню один человек сказал мне говорит Виктор знаешь вот ты как-то непонятно странно проповедуешь я говорю почему понимаешь вот ты как-то так проповедуешь как-то так вот другие не проповедуют они как-то по-другому проповедуют а ты как-то не так как все И я помню, так это меня загрузило Думаю, как-то я не так проповедую Я всегда стремился проповедовать Как вот, вот смотришь в проповеди И вот так вот надо проповедовать И если вы помните, все 90-е годы я старался проповедовать Вот как вот я видел по телевизору проповедовать Надо так проповедовать Все бегают по сцене, и я должен бегать по сцене Все орут все время И я должен так орать Потому что обычно, которых проповедников мы видели Они же не как Джефф проповедуют Они обычно орали все время, да? А потом я так думал, а что я им подражаю? Пускай я буду таким, как я есть Зачем? И то, что я думал как минус Оно оказалось как плюс Даже вот не так давно мы встретились С одним очень известным проповедником И тот говорит мне, говорит, Виктор, ты знаешь Я очень редко слушаю проповеди других людей Но твои проповеди я слушаю регулярно Он говорит, знаешь почему? Я говорю, почему? Ты проповедуешь так, как другие не проповедуют Я-то думал, это мой минус, а это мой плюс Ты скажешь, пастор, да я не то, что на других не похож Я даже на тебя не похож Да и слава Богу Будь тем, кем Бог тебя создал Думаешь, вот если бы я был вот таким, как наш пастор Или, например, таким веселым, как Максим Максимов Или, например, таким вот Мощным, как Кто? Ти Ди Джейкс Ходит такой, да? Вот бы я тогда был служителем Божьим Тебе не нужно быть, как эти люди Тебе нужно быть таким, каким Бог создал тебя Бог может тебя использовать Пастор, ну понимаешь? Я все понимаю Знаете, вот мы В конце года уже будет 25 лет, как мы служим в нашем городе И я вам скажу За все время Я знаю только один случай А в наш город приезжали разные проповедники Я знаю всего один случай Когда проповедник приехал к нам в город И не просто на его собрание людей звали Придите, придите, придите Вход свободный, вход свободный, придите А наоборот Билеты продавали на его проповеди И не в какой-нибудь маленький зал И даже не в космос, и не в дворец молодежи А прямо в спорткомплекс Уралец И там пришло несколько тысяч человек И за деньги слушали этого проповедника Это, наверное, это был Ален Делон Такой же красивый И мощный, как Терри Джейкс Это был проповедник без рук, без ног Без рук, без ног Я говорю про Ника Вучича, который у нас был, да? Он приехал На него продавали билеты Билеты были недешевые Кто-то был из вас на этом проповеднике? Недешевые были билеты? Недешевые? Люди покупали билеты Приходили, слушали Евангелие И потом я читал отзывы Такие были все довольны Я не к тому, что теперь мы должны быть без рук, без ног А к тому, что Бог может использовать любого человека Главное, то, как ты к себе относишься То, насколько ценишь ты, что ты имеешь Можно смотреть на то, что у тебя нет А можно благодарить Бога за то, что у тебя есть Да, ты не похож Ты не как Исаф Не как там Тиди Джейкс Но Бог создал тебя таким уникальным, неповторимым И Бог может благословить тебя, как Он никого еще не благословлял И действовать через тебя, как Он еще ни через кого не действовал Потому что Он ценит и любит тебя И дорожит твоей индивидуальностью И одна из главных вещей, знаете, когда Бог действует в церкви Он исцеляет нас от этого пренебрежения Да? И вот посмотрите, апостол Павел в первом послании к Коринфянам, в первой главе Обращается к верующим И говорит, 26 стих Посмотрите, братья, кто вы призванные Немного из вас мудрых по плоти Немного сильных Немного благородных Поэтому сидите тихо и не высовывайтесь, пожалуйста Нет 27 стих Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых И немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное И незнатное мира, и уничиженное И ничего незначащее Избрал Бог, чтобы упразднить значащее Ты смотришь на то, чего у тебя нет А Бог смотрит на то, что Он дал тебе Никому не давай пренебрегать собой Своим возрастом Своими талантами Внешностью Не давай Не пытайся все время кому-то там подражать Ты порой сам не понимаешь, кому ты подражаешь Цени то, что Бог дал тебе К сожалению Религия часто тоже пропитана унижением Как в одной из ранних веков жизни христианства Поделили церковь на две части Священство Служители И миряне Ты мирянин, все, что тебе нужно Прийти и священство послушать Которые какие-то посредники между Богом и тобой И ты невольно превращаешься во второй сорт Потом, когда пришла реформация Одна из важных вещей, которые Мартин Лютер сделал Он показал на основании священного писания Что все мы Царственное священство Все верующие священники И цари Господу И казалось бы, у протестантов должно уйти это уничижение Но нет Мы все священство, но снова поделили Есть помазанники, а есть Непомазанники Нигде в Библии не говорится об особой категории помазанников в Новом Завете Помазана, назначается вся церковь Все тело Христа Но опять-таки придумывается первый сорт И второй сорт Чтобы унизить тебя Ты просто прихожанин Ты не можешь общаться с Богом так сильно Только через помазанника Но когда Иисус пришел к своим ученикам Он хотел им показать Послушайте, я и Отец одно Точно так же и вы Вы можете быть едины с Господом И общаться с Ним Поклоняться Ему В духе и в истине Каждый из вас Поклоняться В духе И в истине Бог ценит каждого из вас Я пастор церкви Я никакой не посредник Между Богом и вами Я лишь могу побуждать вас Вдохновлять вас Но отношения между вами И Творцом Точно такие же Между мной и им У меня нет никаких преимуществ В этом Никаких Поэтому ищи Его лица Ходи перед Ним И не давай никому Пренебрегать тобой Это печально Когда сегодня в религии В христианской религии Так много пренебрежения Когда все эти грани служения Там апостол Пастор Епископ Сегодня как будто Знаете, как чины в армии Есть майор Есть полковник Есть генерал И люди с радостью Носят вот эти титулы Эти звания Ты кто? Пастор? А я уже апостол Поэтому я лично в церкви Предпочитаю просто Называться пастором Без всяких вот этих Регалий и названий Это не имеет Никого большого значения Имеет значение Исполняешь это Это Божье призвание Давид никогда бы Не победил Голиафа Если бы он принял Пренебрежение Когда ему говорили А, знаем твое Дурное сердце Ты пришел на Сражение посмотреть На что Давид говорил Не слова ли это? Так и наш адрес Может быть Много гадостей говорится Но это всего лишь слова Всего лишь слова Не воспринимай Никогда это пренебрежение И в самом конце Давайте откроем Первое Коринфянам Четвертую главу Апостол Павел Апостол Павел не просто Наставлял других Он сам исполнял То, о чем учил Сам Павел Переживал пренебрежение Когда его Сравнивали с другими Проповедниками С другими Служителями И унижали его Говорили Да что этот Павел Речь его Незначительно Сегодня для нас Смешны Вот эти слова Потому что Когда мы думаем О первой церкви О раннем христианстве То главный служитель Через которого Господь действует В нашей жизни Это апостол Павел Но читая Письма Павла Читая книгу Деяния апостолов Мы видим Что в первой церкви Было далеко не так Павла часто Унижали Пренебрегали им И вот он пишет Первое Коринфянам Четвертая глава Третий стих Для меня Очень мало значит Как судите Обо мне вы Или как судят Другие люди Я и сам Не сужу О себе То есть Он не только Не принимал осуждения Он сам себя Никогда не осуждал Потому что Если мы Занимаемся Самокопанием Мы всегда найдем Какие-то минусы Нам что-то не хватает Нам чего-то мало Все время Он говорит Я и сам Не сужу о себе Ибо Хотя ничего Не знаю за собой Но тем не оправдываюсь Судья же мне Господь Посему не судите Никак прежде времени Пока не придет Господь Который и осветит Скрытое во мраке И обнаружит Сердечные намерения И тогда Каждому Будет похвала От Бога От Бога Вы знаете Даже когда мы делаем ошибки Бог не ставит на нас крест И мы с вами дальше В следующее воскресенье Поговорим о том Как же благословение Все-таки пришло К Иакову Несмотря на то Что он пытался Это благословение Получить своими силами Может быть Кто-нибудь спросит Пастор А что Если бы Иаков Так не поступал Бог бы нашел Другой путь Я уверен Бог бы нашел Другой путь Если бы Иаков Не обманывал Не пытался Там занять Место брата Какое мы не знаем Но Иаков Пытался все сделать По-своему И когда Мы вот все пытаемся Сделать по-своему Не доверяя Богу Мы сами Навлекаем на себя Проблемы И это привело К тому Что Иаков Вынужден был Спасаться бегством Он убежал Из дома отца Точно так же мы Масса Бед Сложностей Проблем Приходит в нашу жизнь Когда мы пытаемся Быть не теми Кем Бог нас создал Когда мы не ценим То, что Бог нам дал Поэтому Самый первый урок Жизни Иакова Научи быть благодарным За то, кем Бог тебя создал Какой ты есть Конечно, в нас есть Много плотских вещей Мы должны менять Но тем не менее Мы творение Божье Каждый из нас Уникален Дивен И неповторим И мы должны за это Благодарить нашего Создателя 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 Создателя